Начну выпуск с ЧП в Каменске-Уральска, где после домашних посиделок госпитализировали целую семью. Двое внуков с бабушкой и дедушкой неожиданно почувствовали себя плохо, но успели сообщить об этом родителям по телефону. Всем четверым оказали медицинскую помощь. Правда, дед до сих пор на искусственной вентиляции легких. По предварительной версии, взрослые дети отравились газом или ртутью. Юлия Анашкина продолжит. Не помнишь ничего, да? Да, она сама первая упала. Как она оказалась в больнице, Милана не помнит. Девочка, гостившая в квартиры бабушки и дедушки, первой потеряла сознание. Вслед за ней отключились и хозяева. Самой стойкой оказалась старшая сестра Вероника. Она упала последней, поэтому испугалась сильнее остальных. Я сидела на кухне, а там моя сестра побежала, наверное, ко мне и упала. Потом бабушка позвала дедушку. Дедушка-то сразу побежал, поднял ее на руки. Потом я к ним пришла. Милана всяко дергалась, стонала. Я немножко ее подергала, дедушку сразу отпустил и лег на пол. Что было дальше, школьница не помнит. Но именно она спасла всю семью. Перед тем, как потерять сознание, Вероника успела позвонить маме. Таня, теряя времени, примчалась вместе со старшим сыном и запасными ключами. Приехали, все лежат в обмороке, с рвотными массами. И все, он стал вызывать, мы открыли окна. Суседи вот нам с третьего этажа помогли, потом приехала скорая. В отделение терапии положили лишь Веронику. Остальные попали в реанимацию с предположительным диагнозом – отравление газом. Тяжелее всех его перенес дедушка. Он больше суток пролежал в коме. Ему провели искусственную вентиляцию легких. Были консультированы оба пациента в Центре медицинных катастроф. Забирались анализы у них. На данный момент причина такого тяжелого состояния – отравление природным газом. Сейчас все пациенты уже в сознании. Их жизни ничто не угрожает. Но причина отравления до сих пор остается загадкой. Эта квартира оснащена газовой колонкой и газовой плитой. Однако при первоначальном обследовании специалисты не обнаружили следов повреждения оборудования, а также утечки. По словам соседей, после ЧП газ у них в доме не отключали. Как рассказывают соседи, газовые колонки здесь установлены в каждой квартире. Эти котлы нагревают воду. Газовики постоянно проверяют исправность оборудования. И никаких неполадок раньше не находили. В конце этого месяца проверяли, приходили. Кто приходил? Ну, газовики. Они же ходят периодически проверяют. А что они осматривали? Плиты, колонки. У нас же колонки еще связаны. Все в порядке. Запаха газа в тот день никто не почувствовал. Хотя сами пострадавшие склоняются к версии об утечке. Ведь незадолго до обморока в семья готовила пиццу в духовке. Прокуратура намерена организовать свою проверку. Мы уже будем принимать меры в отношении управляющей организации. А также газовых служб будем устанавливать. Когда в последний раз проводилось обследование газового оборудования на предмет исправного состояния. И уже предстоитом принимать меры реагирования. В ближайшее время будут повторно проверены газовые приборы. А также дымоходы. Пока причину не установят, дочерей в нехорошую квартиру. И Лена отпускать не собирается. Юлия Анашкина, Иван Арапов. Главные новости Екатеринбурга. Субтитры изменил.